Сейчас последние неделю, две недели, три недели назад по городу ходят какие-то слухи и население интересуется, что же строится в районе первой ударной армии. Но по этому вопросу могу пояснить следующее. В перспективе там планируется построить жилой этажный дом с подземной стоянкой. Но на данном этапе там ведутся просто не только группы Виктории работы, но ведет работу теплогенерирующая компания ТЭК, ведет работу, теплосеть делает. Также мы вели работы по благоустройству первой школы. Это благотворительная акция, которая заасфальтировала территорию вокруг первой школы. Сделали там поручни, лестницы обустроили. Первая школа, которая многие годы, лет 20, никто никаких работ по благоустройству там не делал. Это просто благотворительная акция. Также мы сейчас ведем такие подотребительные работы, как прокладка нового водопровода на гражданский поселок. Так как старый водопровод закопан под кучей мусора и грунта на глубине 12 метров и он течет. Это есть технические условия и задания администрации города. Эти работы выполняются. Также ведутся подотребительные работы для прокладки коллектора, который будет обеспечивать стоки, транспортировать будут стоки, фекарные стоки, из гражданского поселка в централизованные канализационные сети города. Здесь мы видим первую ударную армию. Это территория первой школы. Здесь ее стадион прилегающий. Ферма берет на себя общественные обязательства в будущем реконструировать беговые дорожки и стадион. Здесь, чтобы в районе первой школы, но это стадион как-то функционировал, потому что сейчас он заброшен. Я хотел бы разъяснить населению города и жителям приезжающих домов, что в случае реализации проекта строительства этого дома, это здесь пешеходные проходы, а это единый дом. Вот так он схемой изображен. Это двухэтажный автомобильный гараж, который существует. Здесь существуют дома. В настоящее время мы на этой территории, в случае реализации этого проекта, мы планируем грязный ручей, который здесь идет, взять в трубу. И в результате спланировать всю эту территорию, обеспечив при этом строительство дороги из гражданского поселка сюда, на Урежское, на первую ударную армию. Обеспечив переход здесь будущего канализационного коллектора, который придет сюда тоже на первую ударную армию, гражданского поселка. А также обустроить всю эту зону. И поэтому, когда здесь существует мнение, что здесь была детская горка и так далее, и так далее. Но если смотреть внимательно на эту зону, то вот эта зона вся, и аж сюда, это открывается в обустроенной территории порядка 5-8 гектаров территории, которую можно сделать и лыжные спуски, и там яровые площадки, свободный проход из гражданского поселка на Урежское шоссе, и зону отдыха, которую можно обустроить, влаустроить, и не будет глубочей на этого врага, который здесь находится. И, соответственно, эта зона будет доступна в полном объеме не только для детишек, для выгула даже собак в каких-то зонах, но здесь можно в будущем обустроить какой-то небольшой городской парк, который будет существовать. Виктор Иванович, вот Вы недавно проводили встречу с жителями прилегающих домов. О чем Вы договорились, что спрашивали люди? Мы в основном спрашивали жителей 51-го дома здесь на Урежском шоссе и владельцев двухэтажного гаража, чтобы не нарушать подъездную дорогу к гаражу, к ихнему, и чтобы, так как здесь возможно будет транспорт и так далее. Ну, поэтому мы обсуждали вопрос о том, что здесь на данном месте будет, и вот не будет ли нарушаться интересы этого дома, благоустройство этого дома, не будет ли нарушаться подъезд к этому гаражу. Поэтому мы параллельно старой вот этой дороге, которая сейчас уже в полуразбитом состоянии находится, ну, предложили жителям построить новую современную дорогу, обустроенную бордюром и всеми моментами. Также параллельно помочь им заасфальтировать отмостки вокруг, сделать дополнительные площадки возле гаража и так далее. Ну, это сделали такое предложение и заверили жителям, что мы ни в коем случае не должны нарушать интересы жителей. Здесь, поэтому, да, кстати, если будет здесь обустроена вся эта территория, то первым долгом надо было сделать дорогу в школе, что мы и сделали. Ну, заодно заасфальтировали всю территорию вокруг школы. Это работа обошли где-то порядка 6-7 миллионов рублей. Вот. И поэтому эта зона, я хотел бы сказать следующее для жителей, что там, где Виктория работает, как пример, я хочу сказать, на звездочке, микроэн-звездочке, там было много от жителей нареканий, что мы начинаем стройку, а то неудобство будет и так далее. Но это сейчас обустроен цветущий уголок города, в котором есть детские площадки, там городки спортивные, стоянки для машин, там сделаны через заездочку мостика, очищена пойма реки там, которая идет на звездочке и так далее. Там же были у нас нарекания жителей, когда строили Осипенко 6, дом Энгриса 5. Мы его строили, весь внутренний двор, и люди довольны везде.